Из аварийного жилья Алена и Федор Кислицыны переехали в конце февраля, а говорят, до последнего не верили, что будет новая квартира. Быстрее всех на новом месте освоилась их дочь Варя. Ну, а если ребенок доволен, то и родители тоже. Здесь ей очень понравилось. Здесь было очень много места, как ей казалось, что она может бегать. Ей все очень понравилось. Она была радостная. И когда только мы говорили, что поехали, часть вещей перевезем, она самая первая начинала собираться. И быстрее здорово вас. Более 500 пермских семей в этом году переехали из Аваринова в новое жилье благодаря различным программам, которые реализует администрация города. Из них 88 по программе развития застроенных территорий. Программа значительно ускоряет процесс расселения жилья, говорит депутат законодательного собрания Пермского окрая Николай Демкин. Мы через эту программу улучшаем город, архитектуру города и решаем важнейшую социальную задачу. Это ликвидацию ветхого жилья и расселение тех людей в благоустроенное жилье, которые проживали в этом ветхом жилье. В рамках проекта инвесторы вышли на 9 городских площадок. Одной из первых стали осваивать 589-й квартал. Уже 19 декабря в первую новостройку заселятся 187 семей. Кроме того, в этом году заселили первый муниципальный дом, который построен полностью за счет бюджета для переселения пермяков из аварийного жилья. Другие итоги года можно увидеть на интерактивной карте на сайте администрации Перми. В последнее время программа расселения аварийного жилья находится под пристальным вниманием не только органов госвласти, но прежде всего главы администрации города Перми Дмитрий Иванович Самойлова. И благодаря такой четкой направленности у нас стабильно, из года в год, остается высоким финансирование по этой программе. Более миллиарда рублей. Благодаря этим усилиям такие достаточно высокие показатели достигнуты. В следующем году на расселение пермяков из аварийного жилищного фонда вновь выделено более миллиарда рублей. Запланировано начало строительства второго муниципального многоквартирного жилого дома по улице Барачинской, который будет возведен в эксплуатацию в 2017 году. Руслан Пепеляев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».